Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ так называемый, это очень модный сейчас диагноз, хотя на самом деле мы все в той или иной степени страдаем СДВГ. В 2019 году было проведено исследование, в рамках которого сравнивались люди, которые еще не пользуются смартфонами, чудесным образом таких как-то еще удалось найти, и тех, кто активно пользуется смартфонами, как мы все с вами. И выяснилось, что практически по всем шкалам те, кто пользуются смартфоном, страдают СДВГ. То есть нам сложнее концентрировать внимание, нам сложнее справляться с внутренним каким-то возбуждением, которое у нас возникает, и мы переключаемся с одной задачей на другую. Это черта нового времени. Вам кажется, что вы ничего не успеваете, что у вас ничего не получается, возникает ощущение бессмысленности деятельности, возникает ощущение утрат смысла жизни, чувство, что все не доделано, не докручено, не доверчено. А это прямая дорога уже к депрессивному состоянию. Ну и естественно, если он перенапряжен, то в общем депрессивное состояние не с горами, потому что это охранительное торможение, так называемое. Мозг или сам его снизит из-за переработки и впадения в это охранительное торможение. Или же мы сделаем это целенаправленно, последовательно и защитим свое качество жизни, которое в современном цифровом мире поддерживать на должном уровне крайне и крайне сложно.